Провозглашая имя того, Чуславу надеялся затмить, как завистливый враг. 186. Две причины побудили меня рассказать это дело. Первое, что, помышляя о непоколебимой твердости этого мужа, тем более являли мы невозмутимостью и терпение, чем меньшим подвергаемся наветам врага. Второе, чтобы восприять из него твердое убеждение, что мы не можем быть безопасны от бури и искушений и нападений дьявола, если всю охрану нашего терпения и всю надежду на то будем полагать не в силах внутреннего нашего человека, а в запорах теле, или в уединении пустынам, или в сообществе святых, или вообще в чем-либо вне нас сущем. Ибо если Господь, сказавший в Евангелии, Царствие Божие внутри вас, не укрепит нашего духа силой своего заступления, то напрасно будем, мы надеяться, на веты врага воздушного, или победить помощью живущих с нами людей, или отклонить от себя местным расстоянием, то есть удалившись в пустыню, или не допустить до себя, закрывшись стенами и кровлей, то есть заключившись в келью. Ибо все это имелось у святого Пафнутия, однако же искуситель нашел доступ к нападению на него, и этого злейшего духа не отразили от него ни оплот стен, ни уединение пустыни, ни заступление стольких святых в том сообществе. Но как сей Божий раб святой ни на внешнее что-либо возлагал надежду сердца своего, а на самого всех сокровенностей судью, то никак не мог расстроен быть кознями такого нападения. Так же и тот, кого зависть свергла в такое преступление, не пользовался ли благодеянием в пустыне, ограждением отдаленного жилища и сообществом блаженного Исидора, Ава и Пресвитера и прочих святых. И однако же, когда буря дьявольская напала, нашла его самого устроенном на песке, то не только сильный удар нанесла его жилищу, внутреннему устроению, но и совсем его разрушила. «Перестанем же искать основ своего невозмутимого мира внутреннего вне себя и ожидать, что немощем нашего терпения может помочь чужое терпение. Ибо как то старствие Божие внутрь нас есть, так и враги человеку домашнее его. И никто не сопротивляется мне боли моего же чувства, которое и самый близкий мне домашний. Будем же внимать себе боли, чтобы наши домашние враги не могли нас уязвлять. Ибо когда наши домашние не восстают против нас, тогда и Царствие Божие пребывает в нас по невозмутимом мире душевном. В невозмутимом. И если взвесить тщательно причины происходящего в нас, то найдешь, что я не могу быть уязвлен никаким, даже самым зложелательным человеком, если сам не буду восставать против себя, немирностью из своего сердца. Почему, если, бывая, уязвляем, то причина этому не в нападении со вне, а в моем нетерпении. Так твердая пища для здорового полезна, а для больного вредна. Не может она повредить приемлющему ее, если ей к нанесению ему вреда не придаст силы немощь его. 8. О божественной благодати в свободном произволении, как производителях духовной жизни. 187. Мы всегда должны быть твердо уверены, что никак не можем достигнуть совершенства своими трудами и подвигами, хотя бы со всей неутомимости упражнялись во всякой добродетели. А одни человеческие усилия не могут иметь такой цены и силы, чтобы возводить на высоту святости и блаженства, если сам Господь не будет при том содействовать нам и направлять сердце наше к тому, что для нас полезно. Потому в каждое мгновение мы должны взывать к Богу с Давидом «Соверши стопы мои в стезях твоих, да не подвижутся стопы мои». 16.5. «Дабы сей невидимый правитель духа человеческого обращал произволение наших добродетелей, так как оно более склонно к пороку, то по неведению добра, то по обольщению страстей». Это очень явно выражено пророком в одном стихе песни. «Отвиновен превратившись в постепасти, и Господь прият меня». Псалом 117.13. Первым полустишем означается нетвердость нашего произволения, а вторым, всегда готовая нам помощь от Господа, который всякий раз так начинаем колебать, простирает к нам руки свои, поддерживает и утверждает, чтобы иначе с одним своим произволением не палим и совершенным падением. Так ни один праведник не имеет в себе достаточно сил стяжать праведность. Непрестанно колеблется он, и в каждое мгновение готов пасть. Потому милость Господня подкрепляет его рукой своей, чтобы иначе, подвершись падению по слабости произволения, совершенно не погиб он в падении своем. И кто будет только самонадеян и слеп, чтобы думать, что не имеет нужды в непрестанном содействии Божьем, когда сам Господь в Евангелии ясно научают, если ветер не может приносить плода сама по собой, и вы, если не будет на возе, так и вы, если не пребудете во мне, ибо без меня не можете делать ничего. Как же неразумно, даже святотатственно, присвоять какие-нибудь добрые дела своим усилиям, о неблагодати и содействии Божьем, когда Господне изречение свидетельствует, что без Его содействия никто не может приносить духовных плодов. Веруем потому, что, как начало благого расположения полагается в нас особым внушением Божиим, так равна совершение добродетели подается им же. Наше же дело с большей или меньшей готовностью покоряться внушению Божию и принимать Его помощь. Второй том добротолюбия. Мы заслуживаем награду или достойное наказание, судя по тому, нерадим ли или с благоговейной покорностью заботимся соображаться с распоряжениями и промышлением Божиим, простертым на нас благостынным благоволением Его. Это ясно выразилось в исцелении иерихонских слепых. Что Господь проходил мимо их, это и есть благодать божественного промышления и снисхождения. Но что они взывали «Помилуй Господи нас, сын Давидов!» Это дело их веры и упования. Самое же прозрение опять от милосердия Божия. 189. Земледелец, хотя много трудится над возделыванием земли, но не может ожидать обильного плода, если на обработанную землю не падет благовременный дождь и не будет благоприятной погоды. Итак, как ленивым земледельцам, которые не стараются обрабатывать свою землю, Бог не дает плода, так и трудолюбивым не принесет пользы всечастная забота, если не поблагопоспешит им милосердие Божие. Так и в деле жизни по Богу и свои труды нужны, но если благодать Божия не поблагопоспешит, ни в чем не успеем. Исповедуй же, что Бог и есть начальный виновник не только дел, но и помышлений благих. Он внушает нам и свою волю святую и дает силы и удобные случаи исполнить то, чего правильно желаем, ибо всякое доброе даяние, всякий дар совершенный свыше есть, исходит от Отца Света. Яков 1, 17, 190. Воля Божия всегда желает, чтобы созданный им человек не погиб, но вовеки жил. Бог, если заметит в нашем сердце хоть искру расположения к добру по благосердию своему, не дает ей угаснуть, но желая, чтобы все спаслись и в разум истины пришли, всячески способствует тому, чтобы она обратилась в пламя. Благодать Божия близка ко всем, она всех без изъятия призывает ко спасению и к тому, чтобы все пришли к познанию истины. И Бог говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. 191. Уму человеческому непонятно, как это спасение принадлежит и нашему произволению, и боговорится. Если захотите и послушайте меня, будете вкушать благо земли. Исайя 1, 19. И вместе оно есть дело не хотящего, не текущего, но милующего Бога. Римлянам 9, 16. Как это Бог имеет воздать каждому по делам его? И вместе он же есть и хотеть, и делать все по своему благоволению. Филиппийцам 2, 13. Почему это нам повелевается сотворить себе сердце новое и дух новое, из Икиилия 18, 31. И вместе говорится, и дам вам сердце новое и дух новый, дам вам, из Икиилия 11, 19. Не трудно будет решить сие сомнения, если мы будем помнить, что в деле спасения нашего участвует и благодать Божия, и свободное произволение наше, и что человек, хотя может иногда желать добродетели, но чтобы исполнить желания эти, всегда нуждается в помощи Божией. Подобно, как для больного недостаточно одного желания быть здоровым, но нужно, чтобы податель жизни, Бог, дал силы к восстановлению здоровья, чтобы совершенно увериться в том, что и от природной способности данной милосердным творцом возникающее доброе желание можно исполнить только при помощи Божией. Для того довольно вспомнить слова апостола. «Еже хотете, прилежит мне, а еже садеете доброе, того не нахожу». Римлянам 7.18. 192. Многие спрашивают, когда в нас действует благодать, тогда ли, когда обнаруживается в нас доброе желание, или доброе желание тогда в нас обнаруживается, когда посетит нас благодать Божия. Опыт и то, и другое оправдывает. Савла, Матфея, Митарь не сами вас желали, но пожелали по призванию. Закхея и разбойник на кресте своим желанием предварили дело благодати. Так и положить надлежит. Когда Бог видит, что мы хотим склониться к добру, то направляет и укрепляет нашу готовность. Но если мы не хотим добра или охладили к нему, то делает нам спасительное внушение, через которое доброе расположение образуется или возобновляется. Не должно думать, что природа человеческая способна к одному только злу. Творец всеял в души наши семена всех добродетелей, но для возрастания их нужны воздействия со стороны Бога. Так однако, что в человеке всегда пребывает свободное произволение, принимать или не принимать эти благодатные воздействия. Если бы совсем не зависело от нас устроение нашего спасения, то апостол не сказал бы «со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Но если бы все зависело от нас одних, то он не присовокупил бы «Бог, издействующий в вас, и чтобы хотеть и деять о благоволении» или Писом 2,12. «Благодать Божия и предваряет нас, ибо пророк говорит «Бог мой, милость его предварит меня» в Салом 58,11. «И последует за нашей волей, почему и говорится «И утро молитва моя предварит тебя» в Салом 87,14. «Благодать Божия всегда направляет волю нашу в добрую сторону, так однако, что и от нас требует или ожидает соответственных усилий, чтобы не дать даров своих беспечным, она выискивает случаи, которыми пробуждает нас от холодной беспечности, чтобы щедрое сообщение даровое не казалось беспричинным, сообщает их после нашего возжелания и труда. При всем том, однако, благодать всегда дается даром, потому что за малое наше усилие воздает безмерной щедростью, посему сколько бы ни были велики труды человеческие, все они не могут сделать благодать не даром даемую. Апостол языков, хотя говорил, что он потрудился более всех апостолов, впрочем, присовокупляет, что труды эти не ему принадлежат, а благодати Божией, которая с ним. Таким образом, словом потрудился, он выражает усилия своей воли. Словами не я на благодать Божия, божественное содействие, а словом со мною показывает то, что благодать содействовала ему не в праздности и беспечности пребывающему, а тогда, как он трудился. 195. Бог многоразличными непостижимыми способами устрояет спасение наше. В желающих и ищущих спасение он усиливает желание, а в не имеющих желания возбуждает оноя, помогает исполнению спасительных желаний наших и вдыхает святые желания или утверждает их. Почему в молитвах своих мы именуем его и покровителем, и спасителем, и помощником? Он, подобно нежнейшему отцу и сострадательному врачу, во всех нас все производит. У иных он производит начало спасения и воспламеняет усердие к нему. У других приводит к концу дело и добродетели к совершенству, иных удерживает от близкого падения, а другим подает в случае удобства ко спасению. Иным хотящим и текущим вспомоществует, других не хотящих и протеющихся привлекает и склоняет к доброму расположению. Всюду производит все, возбуждая, содействуя и утверждая, но без нарушения данной им же свободы. Девятое. О молитве 196. Надо поставить для себя первую целью и верхом совершенства непрестанную молитву, опирающуюся на умерение души и чистоте сердца, для достижения которых подъемлется нами утруждение тела и держится сокрушение сердца. Связь между всеми этими деланиями и молитвы неразрывна и взаимна, ибо как строй добродетелей этих ведет к совершенству в молитве, так они, если молитва не завершит и не увенчает собой их всех, не могут прибыть твердыми и постоянными. Как без них не может быть приобретено и взойти к совершенству это, о которой у нас речь, непрестанная, чистая и невозмутимая молитва, так эти добродетели в устроении жизни по Богу, идущие впереди ее, не могут быть явлены в совершенстве без неусыпной молитвы. Поэтому мы не могли бы войти прямо в рассуждение о силе молитвы, завершающей собой издание всех добродетелей, если бы наперед не было нами по порядку означено и рассмотрено все, что должно быть отсечено или приготовлено в видах стяжания ее, или, если бы по смыслу евангельской притчи, не было нами наперед расчислено и собрано все, что потребно для построения этого возвышеннейшего духовного столпа, что, однако же, будучи приготовлено, не пойдет в дело как следует и не допустит правильно возложить над собой последних верхов совершенства, если прежде по вынесении всякой нечистоты пороков и выброшении обломков и мертвого мусора страстей на живой и твердой земле сердца нашего, как бы на оном евангельском камне, не будет положен прочнейший фундамент простоты и смирения, на котором мог бы быть воздвигнут этот столп через назидание на нем духовных добродетелей, непоколебимо стоять и главу свою возносить до последних высот неба, надеясь на свою прочность. Когда же он будет утвержден на таковом фундаменте? Тогда пусть снизит проливной дождь страстей, пусть подобности набитным машинам нападут стремительные реки гонений, пусть наляжет цирепая буря враждебных духов, он не только разрушением не разрушится, но не почувствует даже их прирожения. Посему, чтобы молитва могла быть возносима с должной горячности и чистотою, вот что следует всячески соблюдать. Во-первых, всякая забота о вещах плотских, конечно, должна быть отсечена. Потом, не только хлопотание о каком-либо деле или случае, но даже и память о том отнюдь не должна быть допускаема. Равно как развлечение, пустословие или многословие и шутки должны быть пресечены, более же всего смятение от гнева или скорби совсем подавлено. Пагубное возбуждение плоской похоти и влечение серебролюбия с корнем исторгнуты. По совершенном же извержении отсечения этих и подобных пороков, открытых и для взоров человеческих, и по таком предварительном вычищении всего, завершающемся чистотой и непорочностью, должно далее, во-первых, положить непоколебимый глубокого смирения фундамент, который был бы силен сдержать имеющий проникнуть в самые небеса столб. Потом должно быть на всем оснований возведено здание духовных добродетелей и дух удерживаем от всякого парения и блуждания непостоянного, чтобы таким образом духовный взор мало-помалу начал подниматься к созерцанию Бога. Ибо что прежде молитвенного часа восприняла в себя душа наша, то необходимо приходить нам на мысль и во время молитвы, бывая носимо туда рукою, воспоминания вносимо. Почему? Какими желаем быть во время молитвы, такими должны мы себя уготовать прежде времени молитвы. И чего не желали бы мы видеть теснящимся в нас, когда молимся, то поспешим прежде того изгнать из сокровенности сердца нашего, да возможем исполнить апостольскую заповедь непрестанно молитесь. Ум наш не неприлично сравнивать с крайне легким перышком или пухом, который не будучи омочен никакой сторонней жидкостью, при самом слабом дыхании ветра обыкновенно возносится по своей легкости на большую высоту, а бывая отягчен какой-либо влагой, вместо того, чтобы подниматься на воздух от тяжести принятой им влаги, падает долг и прилипает к земле. Так и ум наш, если не будет обременен пришлыми ему страстями и заботами мирскими и поврежден влагой пагубной похоти, то, будучи легок в силу естественной своей чистоты, при самом легком веянии духовного размышления возвышается горе и оставляя дольнее земное уносится к небесному и невидимому. Поэтому-то, собственно, внушают нам Господни заповеди. Внимайте себе, да не отягчаются сердца ваши объедением, пьянством и заботами житейскими. Итак, если хотим, чтобы молитвы наши не только до небес, но и превыше небес проникали, то постараемся ум свой возвесть к естественной его легкости, очистив его от всех земных пороков и от всякой влаги мирских страстей, чтобы таким образом молитва его, не отягчаясь более никаким временем чуждым, легко воспаряла к Богу. Обратите внимание на причины, на которые, как на отяжеляющий ум наш указал Господь, не на прелюбодеяние, не на блуд, не на убийство, не на богохульство, не на хищение, которое все признают грехами смертными и достойными осуждения. Указал Он, а на много едения, винопития и попечения или заботы века этого, которых не только из людей мира сего никто не бережется и не считает зазорными. Но стыдно сказать, некоторые из-за отрекшейся от мира позволяют себе те же прохлаждения, не видя в них для себя ни вреда, ни беды. Впрочем, этих трех не правости, отяжеляющих душу, а от Бога ее отделяющих их земле пригнетающих, если разуметь их, как гласит буква, легко избежать, особенно нам, так далеко удаленным от всякого сношения с миром, никакого совершенно не имеющим случая вмешиваться в эти видимые попечения пьянства и присущения. Но есть иное некое присущение пьянства духовное, труднее избегаемое. И есть иное некое попечение печать века сего, которое и нас охватывает после совершенного отречения нашего от всех стяжаний, при воздержности нашей от вина и всякого присущения, при нашем пребывании в пустынном уединении, яразные поблажки плоти, привязанности и страсти, от которых, если не очистим себя, то и без опьянения от вина и без обилия яств, сердце наше будет отяжеляемо пьянством и присущением, еще более вредным. И только тот, чей ум отрешившись от уз всех страстей глубоко умиротворится, еще сердце всем устремлением наикрепчайше прилепится к Богу, как к верховному благу, может в совершенстве исполнить апостольскую заповедь, непрестанно молитесь. 200, страница 133. Все виды молитв без особенного сокрушения сердца, чистоты души и просвещения Духа Святого, думаю, невозможно обнять. Их столько, сколько в одной душе или во всех душах может порождать разных состояний и настроений. По мере преуспеяния ума в чистоте и по качеству состояния, в какое он или случайностями вводится, или в силу своих внутренних деланий обновленно восходит и она в каждый такие моменты преобразуется. И потому очевидно, никем не могут быть воссылаемы всегда однообразные молитвы. Всякий иначе молится, когда весел, иначе когда обременен печалью или нечаянием, иначе когда процветает в духовных приспияниях, иначе когда угнетается множеством вражеских нападений, иначе когда испрашивает отпущение грехов, иначе когда молит о приращении благодати или о стяжании какой-либо добродетели, или о погашении какой-либо страсти, иначе когда поражен бывает страхом при размышлении о гиене и будущем о суде, иначе когда воспламеняется надеждою и желанием будущих благ, иначе когда бывает в нуждах и опасностях, иначе когда наслаждается безопасностью и миром, иначе когда сеевает с откровениями небесных тайн, иначе когда скорбит о бесплодии в добродетелях и сухости чувств. По предметам апостола разрешает четыре вида молитвы, говоря так, молю вас прежде всего творить молитву, моление, прошение, благодарение. Молитва есть моление или умаливание о грехах, когда кто пришедший в сокрушение о содеянных и настоящих или прошедших грехах и спрашивает прощение в них. Моление бывает, когда молять что-либо приносим или обещаем Богу, говоря, я то и то сделаю, только ущедри Господи. Бывает прошение, когда, находясь в горячности Духа, высылаем молитвы за других, о тех, кого любим, или о мире всего мира. Благодарение, когда ум приносит Богу благодарение, Евхарисия, и словословие, воспоминая прошедшее благодеяние Божие, или видя настоящее, или прозревая, какие в будущем уготовал Бог благолюбящим Его. За всеми четырьмя видами молитв следует молительное возвышеннейшее некое состояние, которое заключается в созерцании единого Бога и в пламенной любви к Нему, и где ум наш, объятый и проникнутый этой любовью, беседует с Богом ближайшим образом и с особенностями искренностью, что мы должны тщательно искать всего состояния, все внушает нам молитва Господня, Отче наш и прочее. Мы говорим Отче наш и тем исповедуя Бога, Владыку Вселенной своим Отцом, исповедуем вместе, что изъяты из состояния рабства и присвоены Богу в качестве усыновленных чад Его, присовкупляя же потом и же и си на небесе, изъявляем готовность всем отвращением отвращаться от привязанности к настоящей жизни земной, как страннической и далеко отдаляющей нас от Отца нашего, а напротив с величайшим желанием стремиться к той области, в которой обитает Отец наш и не позволять себе ничего такого, что делая нас недостойными высокого всыновления, лишало бы нас, как незаконных детей, отеческого наследия и подвергало нас всей строгости праведного суда Божия. Достигши столь высокой степени сынов Божиих, мы должны гореть такой сыновник к Богу любовью, чтобы уже не своих польз искать, но всем желанием желать славы Его, Отца Своего, говоря Ему, да светится имя Твое, чем свидетельствуем, что все наше желание и вся радость есть слава Отца нашего, да славится благоговейно, чтится и поклоняемо бывает преславное имя Отца нашего. Второе прошение очищенного ума есть прошение да приидет Царствие Отца Его, или то, коим Христос царствует во святых, когда по отъятии власти над нами у дьявола изгнание из сердец наших страстей, Бог начинает господствовать в нас через благоухание добродетелей, или то, которое в предопределенное время обещано всем вообще совершенным и чадом Божиим, когда скажет им Христос приидите благословенные Отца Моего, Наследуйте уготованное вам Царствие От создания Мира Третье прошение Свойственное Сынам Да будет воля Твоя и на земле как на небе Что означает Да будут люди подобны ангелам И как все исполняют волю Божию на небе так и все живущие на земле дотворят не свою а его волю Означает еще Да будет с нами в жизни все по воле Твоей Тебе придаем участь нашу веруя что ты все и счастье и несчастье устрояешь во благо нам и более печешься о нашем спасении нежели мы сами Далее Хлеб наш насущный дашь нам днесь насущный над сущный высший всех сущностей каковы может быть только хлеб шедший с небес когда говорится днесь показывается что вчерашнем вкушении его недостаточно если он также не будет преподан нам и ныне в убеждение нас такой каждодневной нужностью его во всякое время изливать эту молитву так как нет дня в который бы не нужно было укреплять сердце внутреннего нашего человека принятием и вкушением этого хлеба и остави нам долги наши як уже и мы оставляем должником нашим милостивый господь обещает нам прощение грехов наших если сами мы покажем пример прощения братьям нашим остави нам як уже и мы оставляем очевидно что в надежде на сию молитву с дерзновением можем просить себе прощения только тот кто сам простил должникам своим кто же от всего сердца не отпустится грешающему против него брату своему тот этой молитвой будет и спрашивать себе не помилование а осуждение ибо если эта молитва его будет услышана то в соответствии примеру его что иное должно последовать как ни гнев неумолимый и непременное определение наказания суд без милости не оказавшему милости и не веди нас во искушение приводя на память слова апостола Якова блажен муж который претерпевает искушение эти слова молитвы мы должны разуметь не так не попусти нам когда-либо искуситься но так не допусти нам быть побежденными в искушении искушаем был его но не введен в искушение ибо при помощи Божией не даде безумия Богу Иов 1.22 и не осквернил усвои богохульным ропотом к чему хотел привлечь его искуситель искушаем был Авраам искушаем был Иосиф но ни тот ни другой не введен был во искушение ибо ни один не исполнил воли искусителя но избави нас от лукавого то есть не попусти искуситься от дьявола сверх нашей силы но сотвори со искушением и увеличение силы так чтобы мы могли перенести 203 хотя предложенная молитва будучи изречена самим Господом заключает в себе всю полноту совершенства молитвенного однако Господь приистных своих проводит еще далее к возвышеннейшему некоему как мы выше поминали состоянию к той пламенной весьма немногими дознанной или испытанной даже скажу неизреченной молитве которая превосходя всякое человеческое понятие ни звуком голоса ни движением языка и произнесением каких-либо слов обозначается и который ум излиянием небесного ованова света озаренный не слабую человеческую речью выражает но собрав чувства как бы из обильнейшего некого источника изливает из себя неудержимо и неизреченно как бы отрыгает прямо к Господу неизреченно Продолжение следует...